Зачислить в виде исключения Но с припиской в виде исключения Дальше была практика на танкере Совнефть Правда учебные задания сменились боевыми вахтами Началась Великая Отечественная война Она 2 часа была вперед смотрящей 2 часа она на 8 метровой высоте предупреждала о налете с воздуха О торпедировании 2 часа у штурвала, 2 часа медсестра, 2 часа на камбузе Поэтому она великолепно готовит И она, самое главное, была наводчиком 45-мм орудия То есть пушка 45-мм, которых было 3 на судне Она наводчик и сбила самолет во время атаки За успешное отражение одной из вражеских атак Людмила Васильевна награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени Одно из ее ярких воспоминаний Эвакуация коллекционных вин Массандры И когда, говорит, мы отошли в это время Вышедший из Севастополя То ли Ташкент, лидер, то ли что, был уже разбит И, говорит, мы шли своим курсом Говорит, мы не могли их взять на борт Мы видели, как они тонут Мы, говорит, оторвали все доски Все, говорит, личные плавсредства Даже лодочки им Все, что могли, мы им сбросили Но их, говорит, с собой взять не могли И тогда капитан сказал Давайте сбросим вина коллекционная На что человек, который Он не разрешил В 1943 году танкер, на котором служила Людмила Иванова Был торпедирован и отправлен в ремонт Девушке в связи с контузией разрешили взять отпуск Для лечения у родителей Которые в то время жили в Гагре Там она познакомилась, а вскоре вышла замуж За военного летчика, служившего на Черноморском флоте Виктора Бабкова Но семейное счастье было недолгим 4 мая 1944 года супруг погиб при освобождении Севастополя Уже после войны Людмиле Бабковой В числе оставшихся в живых курсантов Мореходных училищ Предложили завершить учебу Она окончила Одесское мореходное училище Получила диплом штурмана Потом Людмилу Васильевну распределили В Черномортиях флот В 1957 году она попадает в Севастополь И становится у истоков создания порта В Камышовой бухте Именно Людмила Бабкова была его первым начальником И в то же время лоцманом Музей истории рыбной промышленности Азова-Черноморского бассейна имени Буряченко Хранит историю о легендарной женщине-капитане Среди тружеников моря Было очень много участников Великой Отечественной войны Это люди, которые своим мужеством Своим героизмом Проявленным в жестоких боях С врагом Отстояли свободу и независимость нашей страны В музее представлены фотографии И документы, и погоны Людмилы Васильевны Мы о ней говорим Как о единственной женщине-капитане В Севастополе Благодаря этой сильной, полной мужества И отваге женщине В нашем городе развивалось Океаническое рыболовство Людмила Бабкова была начальником Портофлота Севастопольского морского рыбного порта До ухода на пенсию После этого стала заниматься Общественной работой Несколько лет была депутатом районного совета Память о женщине-капитане Увековечена в истории Севастополя Ее именем названы школа номер 32 А также одна из улиц В районе Казачьей бухты Дарья Юхновская, Юрий Рютин Севинформбюро Дарья Юр рекорда Дарья Ю Åر Дарья Юлия Дарья Юрьев